Быть добрее и внимательнее к четвероногим решили ивановские школьники и приняли участие в благотворительном проекте «Человек, собаки, друг». В течение двух месяцев 20 школ города и 6 детских садов собирали посылки для питомцев двух ивановских приютов. В 15-й школе собранные вещи расфасовали по пакетам и мешкам. Мы собрали около 250 килограммов макарон, круп, также корма, потом мы собрали игрушки, теплые вещи, а также необходимые медикаменты. За акцию взялись, что называется, всем миром, дружно и с энтузиазмом. Пакеты с кормом и вещи носили малыши и старшеклассники. Это коллективное творческое дело, по-другому я его не могу назвать, оно не оставило никого равнодушным, оно объединило ребят. И безусловно мы будем участвовать в таких акциях, потому что я точно уверена, что они стали добрее, гуманнее и даже, может быть, не только к животным, а и к друг другу, потому что это человечность воспитывает. Планировалась разовая акция, а получился целый благотворительный марафон. Школьники постарше даже уроки придумали просветительские о помощи хвостатым. Мы проводили игры для детей, опросы, показывали им презентации, в которых были показаны приюты разных стран мира, приюты городов нашей страны и так же нашего города. Мы рассказывали детям, почему важно относиться к животным с добротой, с пониманием, с любовью, почему важно за ними ухаживать. Подарки, собранные во всех школах, разделят пополам и отвезут двум адресатам. В ЗОО 37 и Майский день. Деньги собирали, да, но некоторые школы предпочли на собранные деньги сами закупить необходимые вещи и корма. Некоторые уже передали непосредственно в руки владельцам приютов. Помощь, рассказывают волонтеры, сейчас как нельзя, кстати. Перспектива у приютов в кризисный период не самая радужная. Люди экономят на себе, не то что на животных. Выкидывают на улицу регулярно, а вот помогать не спешат. Поэтому подарком от школьников в ЗОО 37 удивились и обрадовались. Они почти целую газель привезли, они завалили нам весь зал. То есть старые матрасы, то есть подушки, какая-то одежда, макароны, крупы, кормы жидкие и, как говорится, сухой, игрушки. То есть ветеринарные даже привезли, то есть и шприцы, и бинты, то есть вот все надо. Мы даже, мои-то все волонтеры удивились, столько еще никогда не привозили. Любое подаяние есть благо. В приюте рады всему. И газетам используют, как подстилки в кошачьи туалеты, и старым вещам. На них спят щенки. А уж про провиант и говорить нечего. В ЗОО 37, например, 250 животных. В день они съедают 500 литров супов и каш. Самые маленькие участники проекта готовят приютам еще один подарок, эстетический. В кабинете скрипят карандаши и фломастеры. Малыши творят. На рисунках щенки и котята, домашние птички и хомячки. Пока дети рисуют, учитель рассказывает им, как нужно заботиться о хвостатых. Надеется, что вложенная мысль даст побеги, и новое поколение будет более гуманно относиться к животным. Я думаю, что их надо выгуливать. Их надо расчесывать и мыть. Я думаю, что не надо их выгонять. Их надо любить, кормить. И поэтому они не в приюте будут. Из лучших работ будут составлены коллажи, так называемые полотна милосердия. В приютах для них уже заготовлено почетное место. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.